В ночь с 3 на 4 июня 1992 года колонны горняков, бастующих шахт, совершили пеший марш из Шахтинска в Караганду. Здесь утром у здания областной администрации начался несанкционированный митинг. К горнякам присоединились медики, которые с 28 мая пикетируют здание областной администрации. В восстающем вышел глава области Петр Нефедов. Он проинформировал о своей встрече с Нурсултаном Назарбаевым, на которой шла речь о требованиях горняков и медиков. Лето 92-го. Первое лето без Союза. СССР до Юры уже не существует, но люди уверены, что разлука ненадолго, ведь мы не можем жить друг без друга. В тот год я учился в Карагандинском политехническом институте. Кажется, шла сессия. Выхожу из здания института и вижу возле обкома партии огромное количество людей. Сейчас с удивлением отмечаю, что не помню омоновцев со счетами и дубинками. Впрочем, собравшиеся вели себя вполне дисциплинированные, только громогласные Нефедов. Нефедов нарушала общественный порядок и патриархальную тишину бульвара мира. Как-то мне попался доклад одной крупной консалтинговой немецкой фирмы за 93-й год. Я с удивлением прочел там, что они проводили серьезные работы по заданию Международного валютного фонда среди рабочих. Я был рабочим, простой рабочий, буровик, монтажник, горнорабочий. Это мои профессии основные. Так вот, 62% рабочих были с высшим образованием. 62%. Представляете, какой это был потенциал? Я помню, вот мы сидим в шахте, обедаем, кушаем тормозки, наши газетки, наша колбаса тогдашняя. Вы, наверное, уже забыли многие. Так вот, колбасу, если заворачиваешь в газетку, через три часа газетка становилась рыхлая и мокрая, колбасу так текло сильно, и она уменьшалась сразу в полтора в размерах. Ну, ничего, мы кушали. Правда, жестко по талонам. Что я помню, скажем так, как простой обыватель и едок, я помню чеки, я помню талоны. Я помню мясо по талонам, колбаса по талонам, отсутствие наличных денег, чековые расчеты, сумбур и хаос. И еще я помню, 91-й год, конец, когда начался дикий скачок инфляции. Моя зарплата была порядка 300 рублей, а батон белого хлеба стал стоить 3 рубля. Я подумал, так, это что же мне, 3 батона, нас трое в семье, каждому по батону, и моей зарплаты уже нет. 92-й год, 1 июня, 2-й, 1 июня, по-моему, это была первая акция независимых профсоюзов горняков, которые были зарегистрированы в конце января 92-го года. Это была первая сильнейшая акция. Понимаете, по-моему, шло, я не могу сказать точно, около 4 тысяч шахтинца, шахтинска. В 4 утра они пошли пешим маршем в Караганду, к зданию областной администрации. Как известно, главой администрации тогда был Нефедор Петрович, директор бывшей шахты номер 22, 50 лет Октябрьской революции. Он возглавлял нашу область. И вот они пошли с требованиями. Ну, требования, конечно, были разумны, абсолютнейшие, но и метод был разумным. Потому что такую сильную акцию не проводили ни горняки в то время Украины, ни горняки Кемерово. Ну, горняки России, да, они приехали в Москву, сидели на мосту, стучали касками. Ну, там было организовано, они добирались поездами организованно, потом на автобусы, потом на мост. А тут это было, в принципе, волеизъявление самих шахтеров. Вот эти несколько тысяч пешком кому-то становилось плохо, жара была сильная, кстати. Они отправились сюда. Во главе был Павел Саныч Шумкин, Азаровский. Это были лидеры тогдашнего независимого профсоюза горняков. Да, они дошли до здания администрации. В мегафоны потребовали главу администрации. Ну, в общем-то, засчитали, отдали свои требования. Ну, и к концу вечера, когда уже, в принципе, то, что хотели они, они добились. Сюда подали централизованные автобусы. Тоже, кстати, с автопарка Караганда-Угля. И они поехали в Шахтинск. Но надо учитывать, что 92-й год действовало тогда, ну, практически 22 шахты. 26, 4 были на закрытии. И численность рабочих, Караганда-Угля только, была 102 тысячи человек. Это была огромная армия. С семьями это вообще доходило до полумиллиона. Это основная градообразующая была страта вообще Караганды. Караганды и всех городов-спутников. Это был сильнейший ход, я скажу. Сильнейший массовый. Больше никто и нигде такое не повторял. Именно, чтобы рабочие, самоорганизовавшись со своими требованиями, пешком, шли в другой город, в областной центр и предъявили их правительству. Не знаю, добились ли своего тогдашней забастовкой горняки. Остальные же боялись, что подобные акции протеста, если бы они затянулись, смогли привести к коллапсу и без того ослабленной экономики страны. Впереди и горняков, и учителей, и всех живущих в Караганде, Казахстане и СНГ ждали лихие девяностые.